Одесская область. Украинские пограничники полной темноте сбивают иранский дрон из стрелкового оружия над Черным морем. Беспилотник взрывается и падает в воду. А это Киев утром 17 октября. Дроны Камикадзе под прицелом патрульных. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, всего удалось сбить свыше 200 ударных дронов иранского производства, которые Россия выпустила по украинским городам и селам. Также с февраля уничтожено больше 2,5 тысяч танков, полторы тысячи единиц артиллерии и почти 200 систем ПВО. В живой силе за 8 месяцев войны россияне потеряли более 66 тысяч человек. И это в разы больше, чем потери Украины, говорят Минобороны. Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5. Критическая граница соотношение потерь 1 к 8, после которой армия противника будет психологически сыпаться. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины, Фейсбук. Помимо деморализации, российские оккупанты переживают финансовые трудности. Как сообщают в Генштабе ВСУ, солдаты Росармии регулярно не получают обещанные надбавки. По имеющейся информации, в Российской Федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанные категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию. И на смену погибшими раненым российское командование присылает новых мобилизованных, у которых, как правило, ни подготовки, ни опыта ведения боевых действий. Украинская армия удерживает превосходство на поле боя и сможет выйти на границы 1991 года уже к концу весны. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. А после войны, по его мнению, начнется распад Российской Федерации. После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ. От России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать репарации нам. Это все их ждет. Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В интервью проекту «Аристократия». До конца года украинские вооруженные силы могут освободить Херсон. Так считают в Пентагоне, а также большую часть оккупированной России и Херсонской области, которая имеет стратегически важное значение для российской армии, поскольку открывает сухопутный коридор в аннексированный Крым. По состоянию на сейчас в области, где оккупировали 75 населенных пунктов. Всего с начала российского вторжения, по данным Офиса президента Украины, под контроль украинской власти удалось вернуть 1620 населенных пунктов.